Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Будем вкусно есть». Хотелось бы вам напомнить, что скоро у нас праздник очень важный – это День Учителя. И в преддверии этого праздника к нам в гости пришла учительница начальной школы, лицея и державы. Здравствуйте! Здравствуйте! Зовут меня Анастасия Ярославовна Макарова. Работаю я в лице второй год. Я приехала из республики Коми, живу здесь второй год. Ну и выпустила четвертый класс, сейчас у меня первоклассники. Ой, первоклассники, маленькие совсем. Расскажите, с каким блюдом, с рецептом какого блюда вы хотите с нами сегодня поделиться? В наш век современный, женщинам всегда не хватает времени на готовку. Так, правильно. Поэтому я стараюсь выбирать блюда такие, которые занимают минимум времени. Приехав из республики Коми, можно показать одно из наших национальных блюд. Так, как это называется? Называется шаньки. Это что-то сладкое или нет? Нет. Это и не мучное, и не сладкое, но можно есть как самостоятельное блюдо, можно использовать с чаем, с кофе. Это выпечка, выпечка. Ага. Да. Делается из крупы. Крупа берется мелкого состава, так скажем, это вот яичка, сечка, пшеничка. Делается закваска на кефире, это самая долгая в этой процедуре, то есть зацепается крупа, заливается пол-литром кефира и настаивается. То есть мы можем сразу сказать, что мы уже ранее... Да, это у меня настояно с утра, так скажем. Можно на ночь поставить настаиваться, а утром уже готовить. По времени сколько нужно? Ну, 4 часа как бы минимум желательно, потому что крупа набухает и становится мягкой. Так. Вот. И очень многие дети не любят кашу, согласитесь? Я тоже не любила кашу. А вот тут целая порция каши полезна и в то же время удобна. Ага. Вот. Что нам еще нужно? Значит, что нам еще нужно? Сюда мы добавим еще 4 яйца, соль, соду и маргарин. Так. Да. Все, ингредиенты здесь не сложные абсолютно. Все доступно, все можно раздобыть и начинаем готовить. Да. Соду добавляют негашеную, чтобы объем получился, так скажем. Так, ну первое приступим. Первое мы уже расскажем, да, что мы уже залили кефиром, у нас все настоялось. Значит, это у меня настоялось, то есть готовка уже готова. Значит, сразу добавляем соду и давайте добавим соль. Так. Передаю. Ну, в общем, я поняла, что рецепт не сложный, но достаточно полезный. Но оригинальный, да. Оригинальный и полезный. Ну, правильно. Всегда интересно знакомиться с кухнями других народов. Но это, наверное, ваше коронное блюдо. Значит, всегда готовить его. То есть у вас в копилочке много, да, наверное, блюд? Много. Ну, ладно, сегодня с одним секретом к нам пришли. Мы будем ждать в следующий раз еще одного секрета. Чего-то вкусного и необычного. Так, нам надо положить яйца и все это, соответственно, перемешать. Яйца, сода, соль и все мешаем. Ну, ладно, а мы пока... Я задам, наверное, вопрос, почему вы решили работать именно с детьми в школе? Почему эта профессия была выбрана? Ну, во-первых, мне повезло с моими учителями. С самого начала, с первого класса и до последнего у нас были, ну, можно сказать, лучшие учителя того города, где я жила и выросла. Ну, давайте отвлекусь. Давайте как раз мы их поздравим с Днем Учителя. Ну, очень, да, есть еще те, кто, ну, жив по сей день, да, они уже все в возрасте. И, конечно, я их поздравляю. Дай Бог, чтобы они меня увидели. Но они находятся в республике Коми. Ну, ничего, мы им покажем. Да, мы им отправим. Да, первоначально я хотела поступить на учителя иностранных языков. Так. Но не прошла по конкурсу, тут же забрала документы, пошла в училище, отучилась 4 года на учителя начальных классов и благополучно пошла работать. А с языками так и нет, все? Ну, решила, что не будем терять время. Ну, правильно. Да. Ну, душа же лежала к маленьким деткам, к начальной школе, правильно? Но мне кажется, с маленькими детьми очень сложно справляться, нет? Нет, со всякими детьми несложно справляться. Ну, просто их так много, они все разбегаются куда-то. Нет, нет. Поймать надо каждого. Это все приходит с опытом, с годами. То есть, а там у себя вы работали сколько лет учителем? Там я работала 23 года. То есть, я закончила свою родную школу и туда же пришла работать учителем. Сначала была учителем начальных классов, потом была замдиректора по воспитательной работе и параллельно учила среднее звено ИЗО, пятый и седьмый класс. То есть, на все руки мастер? Ну, пришлось, так скажем, потому что работая с замдиректором, очень сложно сочетать начальную школу и административную работу. Так, вернемся. Да, нам теперь нужно добавить наш расплавленный маргарин. И опять же тщательно все это перемешать. Потом, я так понимаю, что нам формочки. Да, формочки нужно подготовить. Я пока займусь формочками. Да, хорошо. Так, хорошо. А у вас вообще есть дети? Конечно. Тоже куда они? По стопам родителей или нет? Или у них своя спера? Абсолютно не по стопам родителей. Старший сын здесь уже шесть лет живет или семь даже. А, то он раньше у вас уехал? Да, да. А потом вас перевез? Мы как бы сами потом с младшим уехали. Получилось, что здесь жил мой брат, и он к себе переманил моего старшего сына. Вот. Вот. Работает он на фабрике ЛАТЭ водителем погрузчика. Вот. Младший сын в прошлом году закончил 11 класс, и мы с ним приехали сюда. Сейчас он тоже работает, учится заочно. А не хотелось бы, чтобы тоже по стопам родителей, учителя... Чтобы они были? Да. Ну, мне кажется, если бы девочка была, то, наверное, было бы поинтереснее. Может быть, да. Но я никогда не навязываю им свое мнение. То есть их выбор – это их выбор. Вот. Так. У нас у самих я единственная, ну, как бы... А нет, у мамы есть учителя и сестры, но очень мало кто в учительской профессии. Так. Ну, расскажите про ваше хобби, помимо работы. Хобби? О, хобби. Много у меня их. Так. Ну, первое я уже вижу – это готовить. Нет, готовить – это не хобби, это необходимость. Люблю водить машину. Люблю... По ночному обнинску, да? С музыкой. Ну, да. Люблю вязать. Умею макраме заниматься. То есть свое время освоила это. Ну, сейчас, конечно, времени мало. С детками, да? Да, да. То есть с работой, ну, некогда рукодельничать. Ну, вообще сложно работать, проверять, только домашние работы. Нет, не сложно. Не сложно. А что насчет поезда, куда они вы с детками устраиваете? Конечно. Ну, не то, чтобы часто, но если есть такая возможность. То есть я легка, так скажем, управляю. За любой, кроме голодовки. Да, да, да. Так, ну, что нам теперь? Так, теперь нам надо смазать наши формочки и вылить нашу массу. Нет, наверное, лучше растительную массу. Так, теперь мы смазали. Значит, мы подготовили формочки и наливаем туда нашу массу готовую для будущего продукта. Единственное, что у кого нет формочек, можно делать на обычной сковороде, а потом секционно разрезать. Ну, то есть как пирог. Да, как пирог будет. Вот видите, она такая получается, как каша. Ну, да, прям кашка. Так, ну, вы, наверное, для детишек мама, да, вторая? В школе-то? Да. Ну, то есть у вас меньше маленьких? Многоодетные мамы, да? Да, они маленькие, кстати, очень часто, когда особенно волнуются, тянут руку и кричат «мама, мама». Назовет другого, да, кого-то? Да, да. Ну, а дети, они как волнуются, когда первый класс, да, приходят? Конечно. Они даже вот мы... Теряются, что делать из нас. Да, вот здесь, видите, такая есть... Ну, подготовительные курсы были, и даже вот они туда, будучи, когда ходили, уже, ну, испытывали волнение. Ну, а первый класс, конечно... Для них это стресс. Да, да, стресс. Так, скажите, какие-то, может, у вас интересные моменты были, когда учились на учителя или вообще связанные с профессиональной деятельностью? Да, учились. Единственное, наверное, плюс в обучении в училище или в колледже, сейчас в колледже, когда училище было, очень много практики. И вот мы были в разных школах, и методисты настолько были сильные, что придя в школу, ты не боялся работать с детьми. Ну, то есть много практики, много всего. Да, да. То есть ты уже пришел готовым учителем, ну, естественно, были свои минусы, свои недоработки. До тех пор учимся, почти 25 лет от работы, все равно учишься и познаешь что-то новое. Ну, да, я помню, когда учителя постоянно уезжали на обучение на какое-то, всегда куда-то ездили, ездили, да. Так, ну, а что у вас там? Интересного из практик, например, было? Да, везде свои плюсы, свои минусы. Здесь тоже многого можно научиться. Да, так что я не скажу, чтобы... Нам нужно поставить наши формочки... На противень, да? Да, на противень. Так, ну, значит, поставим... Насколько, на какую температуру, и сколько по времени? Так, температура там какая у нас получается? Часть почти. Градусов 200? Почти, да. Ну, вот туда мы ставим, а по времени, ну, где-то полчаса, наверное. Будучи работая в той школе, у меня была директор Ольга Алексеевна Салуян. Умная женщина, мудрая. Ну, а я, будучи ее заместителем, попадала в разные интересные места. Да, ну, в частности, 22-го, по-моему, 22-го февраля, после большой рабочей недели, придя домой, прилегла Акимарец. Так сказать, вот прилегла. И тут она звонит и говорит, Настя, что ты думаешь про свою пенсию? Ну, про какую пенсию мне до нее еще лет пять, наверное, если не больше? Она говорит, нужно съездить в Оркуту. А на севере есть такая доплата, если, ну, поработаешь на крайнем севере, да, то к пенсии будет прибавка. Я говорю, ну, конечно, поеду, тем более у меня там родственники есть. Говорю, конечно, я поеду в Оркуту. Да, на два дня на форум. Еду обратно и говорю, ну, вот, побывала в Оркуте, теперь у меня мечта побывать в Санкт-Петербурге. Приезжаю, она мне говорит, я тебя включила в какую-то президентскую программу, и ты в апреле едешь в Питер. Мечты сбываются, да? Ну, а там получилось так, что три недели мы были в Санкт-Петербурге и зачищали проект. И по итогам защиты этого проекта, в июле, опять же, мне звонят в июле из Москвы уже и говорят, вы зачислены в группу на стажировку в Германию. Ого. Да, это по итогам вот тех трехнедельных курсов. Ну, и в ноябре я благополучно поехала в Германию. То есть там в школе работали? Нет, мы не работали в школе. Мы изучали образование Германии, сравнивали, да, то есть оно, конечно, отличается от нашего. Ну, и какие-то плюсы можно перенять к нам? Что-то там у них такое интересное. Там очень трудно стать учителем. То есть много всего, да? Нет, там очень трудно стать учителем, трудно выучиться на учителя. Но если ты попал в школу, то тебе легко будет работать. То есть хорошо учат? Да. Нет, нехорошо учатся. Трудно попасть в школу. Почему? Понимаете, трудно. То есть там много учителей? Нет, трудно выучиться. То есть их готовят очень сильно. Да, да, да. То есть не как у нас? Нет. У нас все хорошо? Они знают, у нас тоже, наверное, по-разному. Кто учится, тот учится, а кто... Ну, и нам показали систему образования. Там очень сильная система, перенимают профессиональное обучение. То есть теория и практика школы связаны с предприятиями, то есть очень интересно. Поездили по разным городам, посмотрели школы. По путешествиям. Да, да. Получили действительно удовольствие. Ну, то есть можно сказать, что работа учителя также еще приносит моменты путешествия. Конечно, да. Можно все попробовать, везде побывать, все посмотреть. Вы говорили, что у вас сейчас первый класс. Да. Расскажите про классы. Вообще-то совсем малюсенькие детки. Сколько там мальчиков, девочек? Как они вообще? У меня 32 ребеночка. Это большой класс. Да. Из них 19 мальчиков и 13 девочек. Первый раз слышится, в классе было мальчиков больше, чем девочек. Мне кажется, вот на моей памяти, что в классе мальчиков меньше было, что в университете, что как-то дефицит. Это к концу школы. Они заканчиваются. Да, к концу школы они заканчиваются. Обычно в начальной школе идет нормально. Да, да. А вот к концу, да. Вот. Ну, мы работаем с ними только месяц. Я еще тоже сама привыкаю. То есть там был четвертый класс, были взрослые, подготовленные дети. И успешно мы закончили четвертый класс. А не сложно им было перестроиться от одного учителя на другого уже на выпускном классе начальной школы? Ну, наверное, сложно. Там такая специфика получилась, что я была у них далеко не первый учитель. Да. Но приняли, поняли, как нужно работать. И на выходе мы показали достаточно высокие результаты. Вот. Надеюсь, что с этими малышами будет еще лучше. А часто у вас бывают какие-то проверки знаний детишек в начальной классе? Ну, вот как ВПР, и там срезы, что-то. Тяжело им уже в начальной школе что-то нужно сдавать, показывать? Ну, ВПР мы сдавали в четвертом классе. В четвертом уже? Да. Три предмета мы сдавали. Математику, русский, окружающий мир. Ну, это каждодневная работа. Это работа не только после уроков, это работа и на уроках. Да, то есть это регулярно работаешь с ребенком, уже видишь, кто на что способен, у кого обратить на что внимание. Ну, мы показали хороший результат. У меня еще тогда возникает такой вопрос. У нас сейчас тенденция появилась, в принципе, в России, мне кажется, что дети очень часто берут себе репетиторов, начиная с начальных классов. С чем это связано? Почему так? Я сама тоже практикую. Не знаю. Может, не хватает внимания учителя, что действительно классы здесь очень большие. Да не только здесь, это в принципе везде. Вот я тоже репетитор английского, и у меня детки, начиная с первого класса, идут. Наверное, нехватка учительского внимания, может быть, не до каждого может дойти учитель. Ну, и не всем дано, кто-то из родителей хочет лучших результатов. Да, да, но не хватает времени именно на уроки, да, на уроки. Приходится после уроков дополнительно. Ну, я говорю, просто, мне кажется, раньше такого не было. Это как-то вот в последнее время, совсем с малых лет, у детей появляются репетиторы. Просто это было для меня немножко непонятно, потому что репетитор – это же самый учитель. Ну, да. Зачем ходить в школу, если можно ходить к репетиторам? Тут тоже вопрос. Ну, а как без школы? Нет, школа тоже нужна. Но школа для социального развития, да? Нужна общение, да, общение. Потом умение работать в коллективе, умение слушать учителя. Один на один, конечно, проще нам. Обучить, конечно. Да, да, а получить знания вот в такой массе. И пока наше блюдо готовится и находится в духовке, я хотела бы задать вопрос про державу, про лице державы. Нравится ли вам коллектив? Ну, вы приехали, да, получается, это первое заведение образовательное в Обнинске. Куда вы попали? Как у вас вообще впечатление от нее? У меня только положительные впечатления. Вы знаете, очень четкая организованность, система. И это хорошо видно, хорошо вот прям просвечивает, да, в работе. И ты идешь на работу, ты знаешь, ты уверен в себе, ты уверен в завтрашнем дне, идешь с высоко поднятой головой. То есть работа налажена от первого класса и до одиннадцатого. И ты получаешь комфорт на работе. Ну, то есть всегда помогут, да? Всегда подскажут. Да, да, всегда очень все лояльно, четко, слажено. Мне очень нравится. А как отношения с родителями детишек складываются? Хорошо складываются, да. Они прислушиваются, слышат меня, помогают, помогают, да. И с тем классом, и с этим, как бы, хорошие отношения. Ну, раз у нас в преддверии праздник День Учителя, наверное, ну, попрошу вас поздравить ваш коллектив, наверное, учителей с этим праздником. Да, я хочу поздравить и нынешний коллектив, и прошлый, может быть, где-то дойдет до них эта запись, да. И, конечно, пожелать в первую очередь здоровья, потому что без него в нашей работе, да и в любой работе, не прожить. Семейного благополучия, счастья, банально, но счастье личное и не личное, семейное. А еще у меня есть такая, ну, фишка, можно сказать. Я всегда желаю так. Прошлое мы не вернем. Будущее мы не узнаем, поэтому будем жить сегодняшним днем. От всей души поздравляю весь большой коллектив Лицея Держава и желаю всех наилучших благ. В свою очередь я хочу поздравить, опять же уже повторю, в очередной программе свою гимназию города Морославца. Днем учителя, всех учителей. Я очень рада, что, несмотря на то, что я выпустилась уже энное количество лет, но мы с вами продолжаем общаться. Я вижу, что вы мне всегда можете помочь, всегда поддерживаете, поздравляете с праздниками. Я очень рада, что я училась в этой гимназии. Еще раз вас поздравляю с Днем учителя. Я вас всех помню, я вас всех очень люблю и желаю всего самого наилучшего исполнения желаний, терпения, здоровья и всего-всего-всего. Ну, в свою очередь я и вас хочу поздравить с Днем учителя. Мы всех поздравляем, поздравляем. А здесь учитель стоит рядом со мной. Я желаю вам действительно терпения, ведь первый класс – это сложно. Маленький – это сложно. Мне кажется, все равно учителям с детьми постарше как-то полегче. Они уже собраны, они уже как-то понимают, где они находятся и что делают. Желаю вам терпения. Желаю, ну, успехов, наверное, в вашей деятельности. Чтобы вы развивались, не останавливались на одном и том же месте, шли вперед, добивались своих целей. И чтобы все ваши желания исполнялись. Спасибо. А еще я поздравляю с Днем учителя себя. Я являюсь учителем английского языка, я передаю всем своим детям привет. Я желаю себе и своим детям, чтобы они были послушными, чтобы приносили мне только успехи и радовали меня своими оценками и хорошим поведением. Вот, дети мои, привет. Ну вот, получились у нас шаньки. Значит, мы достанем их, они сейчас подостанут, достанем из формы. Можно есть как самостоятельное блюдо, можно начинить какими-то начинками, можно с вареньем. То есть, идем заваривать чай и пробуем наше блюдо. Спасибо, что поделились с нами необычным рецептом. В принципе, как бы у нас русская кухня преобладает, но здесь у нас что-то новенькое. Спасибо, что вообще пришли к нам на программу, что поучаствовали. Ну, в общем-то, как бы мы пойдем пробовать то, что у нас получилось. И сегодня у нас была в эфире программа «Будем вкусно есть» и наши гости... Анастасия Ярославовна Макарова, учитель начальных классов, лицея Держава. Мне очень понравилось. Спасибо большое за то, что вы меня пригласили. Мне побыть в необычном ракурсе. Да, в отличие от учителя. Не часто такое происходит. И также поздравить вас, свой учитель, поздравить вас с наступающим праздником. Мы еще раз будем вас ждать в гости. Я так понимаю, что у вас есть много необычных еще рецептов. Есть. И мы их покажем, может быть, а может быть, не покажем никому, а сделаем сами и съедим. Следите за нашими эфирами. Встречаемся с вами в следующем выпуске программы «Будем вкусно есть». А с вами была ведущая Алина. До новых встреч на телеканале Огнонск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова